всем привет друзья начнем для истории фиксировать некоторые моменты вопросы нюансы потому что скоро все это будет закрываться и потом я уже очень тяжело мне будут на пальцах вам объяснять некоторые нюансы которые здесь будут реализованы уже практически реализованный так это у нас будущий холодный палец который просовывается вот в эту часть может кто-то не соображает вот так вот он будет дальше поддаваться сейчас я не хочу этого делать мы же только там свежим лаком все покрыл поэтому между платой который вы видите и тыльной стороной матрицы поддается вот сюда вот становится этот холодный палец торцы холодного пальца очень тонким полосочкой с мушкой изолированные цепон лаком на всякий случай в то же время контактные ножки их тут 40 дофига короче с одной стороны другое соединение матрицы с платой тоже по торцу все промазанным лаком особое внимание уделено нижней части потому что это не из камеры соответственно потенциальная возможность стекания конденсата который неизбежно существует чтобы не корродировала хотя они сами по себе завода покрыты изолированные эти ножки но как говорится лучше перебдеть чем недобдеть поэтому цепон лаком точно также покрыты по периметру с двух сторон контактные отводы матрицы на плату вот эта штучка которую я вчера ну показывал это не что иное как мостик мостик тепла мостик холода неважно как его называть который приклеен к чипсету к цп который обрабатывает нам все данные с матрицы и штатном стоковом режиме он закрывается такой рамкой он собственно и будут закрываться это простая пластинка загнутая вот сейчас вот так вот она и приклеена на термо клей термо клей использует тот который мне дал саша бодачевский когда-то чистые какие-то там на нем иероглифы больше ничего этим же клеем приклеена нижние усы идущие на штативный кронштейн они будут участвовать в процессе прошлом варианте у нас было тут два отверстия в рамки старого канона прорезанные в рамки резьбы и сюда крепилась винтовыми этими соединениями прижималась я посчитал что по всей поверхности лучше будет приклеить приклеил это у нас с вами все будет изолироваться вот таким материалом что это такое это не что иное как утеплитель пола тонкие по моему даже 2 ну 2 миллиметра миллиметра не существует оторвана фольга и вот этим же материалом наш холодный палец изолирован в той части которая выходит в наружу наружу в камеры в камере будет эта часть будет заходить у нас в радиатор у нас огнется сюда и радиатор который прижимается винтами уже к пластине спельте здесь точно так же когда вы сейчас все это соберется весь этот узел чтобы уже потому что сейчас матрицу можно просто поднять здесь она не закреплена и она уже смотрит низом фильтр в один фильтр который остался тогда все это будет обработано вот этим еще материалом вот те части этого мостика тепло холода теплоотвода которые будут внутри камеры эти наружные части будут естественно голенькими и здесь сапон лаком еще будут обрабатываться вот этот башмак весь практически дальше цепон лаком обрабатывается не из вот этой рамки вот эта поверхность наружная тоже обрабатывается самой матрицы ну вернее ножик крепления узла матрицы плюс плата для того чтобы здесь у нас вот в этом месте не было никаких незащищенных моментов ну и вот эта часть тоже обрабатывается самой рамки за исключением винты крепления юстировочных то что за определенный заземляющий контур соответственно вот эта часть рамки тоже обрабатывается за исключением мест где идет крепление непосредственно к шасси шасси рамки матрицы и уделяется внимание вот наружным частям этих углов вот этой части короче максимально все это предохраняется от неизбежно возникающих конденсата вот это наша перемычка с вами которые показывал она от тыльной стороной будет сюда выходить здесь промажется тем же термо клеем и когда мы все это установим и зажмем вот часто на нем качается но она пружинистая медная поэтому когда мы при подожмем она примет свое место и за счет естественного прижима приклеится термо клеем вот к этой части и будет передавать тепло со цп на вот этот радиатор чтобы это было понятно но и естественно это все мы уже здесь тоже вырезано изолировано вот таким образом вот и крепить это я специально не буду она будет вот таким образом установлены и когда мы оденем все последний момент все зафиксировано эти ножки которые идут у нас с вами заземляющие родные ножки тут есть по углам оплаты которые передают контур заземление на рамку вот эту вот я их естественно чуть-чуть приподнял для того чтобы скомпенсировать этих ну там полтора-два миллиметра вот этой вот нашей гидро гидроизоляции теплоизоляции здесь вырезано так что прекрасно становится шлейф ничего ему не мешает все окей в конечном итоге виде это все будет выглядеть ну вот таким образом сейчас очень грубая так вот визу для визуализации прикидываю вам и это будет на мой взгляд лучше чем просто здесь использовать классическую изоленту хотя ее можно спокойно здесь вырезать лекала сделать и все будет окей как клеилась вот эти вещи я вам показывал в сообществе картинки захотите пойдете посмотрите на канале дальше вот этих два провода нагревалка и грелка и термо датчик будут выводиться через микрофонный микрофонное гнездо здесь мы используем штатный кронштейн для ремешка для того чтобы сделать здесь определенную фиксацию этих проводов и проводов которые уже сигнальные будут выходить из камеры единственный камер провод который будет выходить с термодатчика на пальце он проходит между всегда ее там проводил здесь между платой между корпусом штекера микрофона и самим самой самим шоссе здесь прекрасный такой тоннельчик есть и ничему не мешает вывести его наружу ну вроде бы все в двух словах в трех словах в четырех словах объяснил показал вот сейчас я еще раз промазываю просто вот так вот приподнимается это вся сборка сейчас не хочу дергать лишний раз потому что там ну вот пыль напускать вот так вот она приподнимается еще раз промазывается раз в 20 минут контакты самой матрицы соединю соединения с платой гидроизолируется таким образом и все это дело сейчас будет паковаться закрываться защищаться и потом уже юстироваться и так далее всем добра и пока пока